Кто хочет пропонировать? Вопрос еще задал. Если в прошлом году они заработали 3,5 миллиона гривен, почему они подарили кредит тоже в прошлом году? Нет, в прошлом году говорили, что у них не было этого завода. Да, так. Мне просто кажется, можно сказать, что у вас там. Первый. Заводы лежат. Да. Нерентабельный бизнес. Да. Совершенно мертвый в Украине. Да. И, так сказать, мы имеем печальный опыт в этом плане. И в Сумской области очень много дарственных районов, которые гниют на поля. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, если в этот завод вошли акционеры-петические лица или какие-либо предприятия, которые занимаются реальным бизнесом, то, может быть, они же это делали не так идиотно. Значит, хозяин завода... Они, значит, туда вложили какие-то деньги. Если можно, провести экспертизу, что на 80% завод готов. Значит, они туда вкладывают деньги. Значит, у них что-то... Но этой информации у него нет. Как это нет? Аминозоли, карбамиды, ЖКО, титрус, масло... Сколько? Сколько вложили? Сколько вложили? Вложили? Да. 2 миллиона 127 только в Дуповязовске и в это же направление 1,636. С учетом того, что еще за другой завод внесли 20%... А где у тебя... где эти данные? Покажи. Они все у меня по счетам прошли. По промоинтерсаку. В том числе и деньги моего кредита. Зарплата прошла, амин, соль, ЖКО, карбамид 73 тысячи. Засобы защиты, засобы защиты Рослын, вот, бензин, диспалыва, ремонт акций 300 тысяч. 2 миллиона они вкатили в этот сахарный завод. И если они, да, 51% туда ввели, но они на что-то, получается, рассчитывают... С другой стороны, они, правда, у нас в долгах, как пшелка. Да. Может быть, они рассчитывают на то, что... Хорошо, тогда я... Таня, правильно, ты говоришь. Я пропонирую, и давайте вы можете задавать вопросы мне. У меня таких заводов, которые я могу подарить любому из вас, там, 2 или 3. Нет. Которые лежат вообще. Нет или нет? Да, есть, есть. И мы их продаем на металлолом. Заводов сахарных на Украине, ну, это только вы все это сможете узнать, да? И иметь возможность принимать решения. Вот почему... Чем я отличаюсь сегодня от докладчика, да? Это тем, что у меня больше информации. Это почему я заставляю вас читать Униан и деловую прессу. И все время говорю, что информация прокручивается и начнет выдавать результаты у вас через год после начала как бы работы. Вот какую справочную информацию я вам довожу до сведения. Сахарных заводов на Украине, как у дураков семечек, 80% из них стоит. Потому что вопрос, кому повезут свеклу, это вопрос взятки директору колхоза, который конкретно будет потом решать, куда ее везти. Украина зона неблагоприятная для земледелия во всех справочниках мира. Потому что зависит от погодных условий. И в докладе нашего этого инициатора ничего об этом нет. Я не знаю ничего об этой культуре. И вообще созреет он или сгниет этот буряк. Значит, дальше. Люди, которые взяли этот завод, они имели дело с крупной коммерческой структурой, за которой стоит зять президента Интерпайл. Решили. Да. И он... С темным путем. Это очень умный человек. Я лично его знаю. Он в жизни не отдал бы завод. Так с ним воевать я не могу. Я не честно говорю, воевали. Я не могу рассказывать. Я честно говорю. Вы пока воспринимаете просто справочную информацию. Этот человек никому ничего не уступает. Он сегодня один из номер один. Это партия Трудовая Украина и фракция. Самая крупная в Верховном Совете. С ним воевать бесполезно. Дальше. Они вложили в завод 2 миллиона. А хотят получить за него миллион. И сегодня рыночной цены на заводы сахарные не существует. На их нет покупателей. Вообще. Ни одного. Никто за них не дерется. Их навалом. И в Винницкой области. И в Сумской. И где угодно. И сколько угодно. Заемщик весь в долгах, как в шелках. А оборот у него дохлые 3 миллиона всего за год. Ну, который сказал Атаян. Выступление у него абсолютно сумбурное. Полный набор разных цифр, да? Которые вообще никак не связаны. И вообще никакой логики его выступлений я вообще не слышал. Да? Поэтому, исходя из того, что заводы эти убыточные. И я не знаю ни одного случая прибыльности. Поскольку я читаю каждый день информацию об этом. Да? И не знаю ни одного случая крупных инвестиций в эти заводы. Убыточный раз. В докладе абсолютно неубедительные совершенно цифры, не связанные между собой. Сам заебщик в долгах, как в шелках. Заводы эти сахарные неликвидные. И покупателей на них не существует. Потому что я продавал эти заводы 2 года. И не мог никому продать, пока я их не распродал на запчасти. И за один из них, это родина Ющенко, село. Он меня лично как не встретил в Верховном Совете. Говорит, слушай, отстань от завода. Я говорю, ну дайте деньги, я отстану. Ну, примерно. Поэтому я считаю, что этот кредит выдавать никак нельзя. Они его могут не вернуть. Да не могут. Какое решение мы примем совместно по этому поводу? Или какой выход из этой ситуации? Вот эти 2 миллиона, что вы вложили, это чьи деньги? Кредитные или их сократные? Под залог обеспечения их. У них много офисов. Кто хочет высказаться по этим двум сообщениям? Или задать мне вопросы? Если нет обеспечения. И у них нет проблем. Если банк им не даст кредит, я просто очень хорошо пропитан этим вопросом. Они в уличном режиме, это не есть вопрос для них. У них есть потребность, но нет нужды. Они со звонками привезут 200 тысяч долларов. И будут считать по 3-4 процента. А звонок они что дают? По 200 тысяч? Это честное слово. Звонок они что дают? Целые имущественные комплексы. Завод, да? Не ликвидного завода. И те заводы, которые имели, Леонид Михайлович, и пошли через нас. Эти заводы стали жертвами войны именно за эти заводы. Вот мои заводы все жертвами стали именно за эти заводы. Из-за пара и талисник вчера сказали, что нормально отбили они эти заводы. Отбили с плюсом. Докладываю с плюсом по запчастям. Но я не хочу крови завода и продавать 2 года этот проклятый завод. Я знаю 5 часов. Может быть, ведь существуют, извините, вот фермы эти, животноводческие, ужасные, убитые. Да, да, да. А существует, вот Андрей мне рассказал про ферму, с которой он работал, которая корова, то есть европейский уровень молока. Да. То есть может быть с этой тоже точки зрения посмотреть, не подходить. Да, заводы большинство из этих заводов совершенно мертвых. И совершенно, и вообще волна статей действительно аналитической в том, что сахар не дает. Это стратегия специально. Тушат эти заводы и разбиратся по часам. Но мы какое к этому отношение? Мы имеем к тому, что на Украине четверть земель засеяно святость. То есть ты выступаешь как патриот Украины, просто куча, чтобы мы понимали. В том числе, да, если мы сейчас не создадим циферсификацию нашего кредитного портфеля, в том числе и в этом направлении, то у нас будет... В Сумской области, в Сумской области, все, извините, водку не пьют. Конечно, не пьют. Там глава администрации в этом заводе имеет свои интересы. А сахар они покупают на этом заводе. И если там осталось три завода из 12, то Сумской области. Он же никакой информации не дал. Как это не дал? У меня вся информация есть. Да, скажи нам всем... Что? Да, пожалуйста, какие заводы в Сумской области сахарные, рентабельные? И что это зависит? Есть вопросы. Ну, конечно. У тебя полно вопросов. Более того, я вам скажу такую вещь, чтобы вы и не дискутировали. Конечно... На это я сейчас... Постой, постой, постой. Ничего у тебя такого... Подожди, будь он сказал. Почему? Я упал на это два месяца своему времени. Я как-то имею свою точку зрения. Я хочу ее... Вот, смотрите, Леонид Михайлович. Министерство аграрной политики Украины. Накадывал. Накадывал. 2001 год. Взяв, судали и дали... Подождите, нет, я вам скажу. На внутреннем рынке действительно сахарная промышленность в упадке и сахарные заводы, они на сегодняшний день в них есть нужда, потому что 100% потребляемого сахара нужно на Украину. Да. Кондитерские фабрики и всем остальным. Вот здесь регионы, на которых государство забило минимальную квоту, обязаловка, то, что они должны по минимальной цене поставить государству. Однозначно. Кто должны? Все заводы, крутые заводы. Вот Сумская область, Буринский, Велико-Октябрьский, Варан-Дубоградовский. Это накадывал. Гроша ломаного не стоит. И этого министра... Я его вообще... Хорошо, кабинет министра. Да. Он бы даже ко мне на прием не попал, потому что все это стихня, но поздно в масле. Вот. Это ничего не стоит. Вот. Смотри. Мас, я уже... Да. А слушай, не сдавай. Давай. Молодцы.